Это новенький Роллс-Ройс Кулинен, новый внедорожник Роллс-Ройс. Ранее в июле я сделал для вас подробный обзор нового Роллс-Ройс Кулинен и показал вам все его интересные фишки и крутые особенности. Но то был предсерийный образец, поэтому я не мог его водить. Сегодня я покажу вам еще несколько интересных фишек и особенностей вот этого Кулинен. Затем я выкачу его на дорогу и буду водить, а потом я оценю его по шкале Дага. Я одолжил этот Кулинен Вагера Лахоя. Это главный дилер Роллс-Ройс здесь в пригороде Сан-Диего, а также и дилер Бентли и Ламборгини и Бугатти. И Агера недавно вдобавок стали дилером и Макларен. Это значит, что у них есть ну просто все крутые штуки. Включая и Кулинен, который теперь официально поступил в продажу. Перед тем, как я сяду за руль, немного освежу вам память. Кулинен это самый первый внедорожник Роллс-Ройса и в данный момент это самый дорогой внедорожник в продаже. Это по сути поднятый Роллс-Ройс Фантом с багажным отсеком. И у него такой же двигатель, как у Фантома. В12 мощностью 563 лошадиные силы с крутящим моментом 850 ньютон метров. Это огромные цифры. А еще огромный ценник Кулинен. Цена этой тачки начинается от 324 тысяч долларов. И опции поднимают ее еще выше. Помня об этом, пора посмотреть на некоторые интересные фишки и особенности вот этого. А затем выкатить его на дорогу и водить. Я начну этот короткий обзор с ценника. На нем вы увидите начальную цену этой тачки в 325 тысяч долларов. Но вот этот оснащен опциями на 90 тысяч долларов. Что доводит рекомендованную розничную цену до 416 тысяч долларов. Эта цифра пару лет назад могла считаться непостижимо большой для внедорожника. Но теперь мы в мире, в котором у всех есть внедорожники. Ламборгини, Мазерати, Бентли, а теперь и Роллс Ройс. И он стоит больше 400 тысяч, когда оснащен, как этот. Одна из вещей, которую вы, вероятно, замечаете, это салон. Вы думаете, что это вообще такое? Это что, белый? Нет-нет, не белый. Это очень светлый голубой. Под названием Чарльз Блю. Я не знаю, кем был Чарльз, но у него определенно было чувство юмора. Это очень интересный и живой, скажем так, цвет. Он на самом деле очень крутой и гораздо более выразительный, чем обычные черный и бежевый и белый, которые вы встретите в салонах машин. Но не часто вы увидите светло-голубой салон в какой-либо машине. А уж тем более в Роллс Ройсе за 400 тысяч долларов. Цвет салона может вызвать споры. Лично мне он нравится. Я побывал во многих машинах и все время вижу одни и те же основные цвета, и поэтому, на мой вкус, все, что отличается, крутое. Но одна вещь, о которой люди не будут спорить, это древесина в салоне. Древесина в этой машине просто великолепная. Это такая светлая древесина. Она появляется всего в нескольких не очень заметных местах на дверной панели, на центральной консоли и в нескольких местах сзади. Но она шикарна. И она не фальшивая. И на ощупь она не фальшивая. Когда вы ее трогаете, вы четко можете понять, что это дерево. Она не покрыта уродливым ламинатом. Это не хридовый пластик, это настоящее дерево, и оно привлекательное и на ощупь, как дерево. И оно усиливает впечатление от салона в цвете Чарльз Блю. Далее перемещаемся в заднюю часть Кулинен, где вы найдете несколько других интересных особенностей, которых не было в Кулинен, которые я обозревал ранее в июле. Например, светонепроницаемые шторки. Вы видели шторки в машинах, например, чтобы защитить от солнечного света маленьких детей. Если они у вас сзади. Ну, эта тачка выводит шторки на новый уровень. Нажмите маленькую кнопку на дверной панели, и затем светонепроницаемые шторки автоматически запакиваются на окнах, полностью их закрывая. А еще у вас есть отдельный набор светонепроницаемых шторок, но они ручные для задних форточек. И если вы все их закройте, то вы сможете полностью отгородиться от всех плебеев, ездящих вокруг в обычных автомобилях, как Рэндж Ровер. У вас тут сзади будет невероятное убежище, когда вас будет возить шофер со всеми закрытыми шторками в вашем персональном Роллс-Ройсовском пузыре. И люксовые особенности сзади далеко не заканчиваются на шторках. Видите эту гигантскую деревянную панель между сидений? Ну, это холодильник. И не просто какой-то холодильник, но если вы его откроете, то увидите, что он специально спроектирован, чтобы охлаждать ваши бутылки шампанского, чтобы вы смогли отпраздновать любой экономический успех, который у вас произошел, пока вас возит шофер в вашем Кулинен. В середине между двумя сидениями тут снизу находится отдельный отсек для вещей. В нем опять-таки может храниться ваша бутылка шампанского, но также два небольших бокала, которые вы можете держать в прохладе, пока едете, на случай, если вы больше не хотите держать их в руке. Наконец, спереди вот этого центрального ящика находится еще больше древесины. И если вы нажмете эту маленькую серебряную кнопку, то она откроет эту деревянную панель, чтобы явить органы управления мультимедийной системой для задних сидений. Я показал вам ее более подробно в обзоре Фантома, который я сделал в апреле, и я оставлю ссылку на него в описании снизу. И другая интересная люксовая особенность тут сзади, вот эта стеклянная перегородка между задними сидениями и багажным отсеком. У вас уже есть шторки, которые вы можете закрыть, чтобы отградить себя от всех обычных людей, но у вас также есть стекло, отделяющее вас от вашего багажа. Просто на случай, если вы не можете опуститься до нахождения в одном пространстве с тем, что вы там везете в вашем путешествии. Скажу по правде, эта стеклянная перегородка здесь вероятна, чтобы внутри машины было немного потише, и чтобы оградить вас от каких-либо шумов из багажного отсека. Все равно безумно видите ее там сзади, потому что по сути это значит, что у вас два стекла, одно непосредственно позади задних сидений и одно позади багажника снаружи машины. Другая вещь, которую я хочу упомянуть, пока снимаю это видео, это дух экстаза. Каждый раз, когда я снимаю видео про новенький Rolls-Royce, мне всегда твитят, инстаграмят и фейсбучат люди, сообщая мне, что я забыл про фишку. И она в том, что если вы подходите к духу экстаза и пытаетесь его схватить, он и берется обратно в машину благодаря механизму защиты от воров. Так вот, я смотрел видео на YouTube, в котором это демонстрируется, но я опробовал это на каждом новом Rolls-Royce, который я обозревал, и это не работает. Я не знаю, так ли это только на этом рынке, является ли это опцией, должна ли машина быть заведена для этого, или находиться в определенном режиме, но я никогда не видел, чтобы это срабатывало, и я не собираюсь выдергивать эту штуку сильнее, чем вот так, чтобы это опробовать. Так что для всех вас, говорящих мне, что я это упустил, я не упустил, я просто на самом деле не знаю, действительно ли это существует в машинах, которые я обозреваю. Ладно, веду Кулинен. Едуэн ощущается настолько же Rolls-Royce, насколько вы хотите. Он просто чудесный. Огромный. Безусловно. Он большой. Фактически, я чувствую себя, когда веду вот это, будто я веду полноразмерный грузовик. Надо как бы следить, что ты в своей полосе, надо следить за той стороной машины, потому что она очень большая. Самая очевидная вещь, о которой я думаю, когда его веду, это, конечно, какой он комфортный и плавный. Салон просто чудовищно комфортный. Сидения идеально подходят. Они очень мягкие, плюшевые, просто фантастические сидения. И он просто такой плавный. Плавность хода просто чрезвычайно мягкая. Но вдобавок он еще такой тихий. Он просто парит по дороге, как фантом, но это внедорожник. Вещь, в которую просто не можешь поверить тот факт, что он просто такой расслабляющий, комфортный и парящий. Вот подходящий термин. Фантом тоже обладает всеми этими вещами, но это тачка. Но знаете, вы сидите выше еще на 20 сантиметров, или сколько там, и поэтому у вас действительно командирская позиция в этой машине. И вы просто чувствуете, будто вам принадлежит весь мир в этой тачке. Окна подняты. Вы не слышите ничего. Вы не слышите, как газуют машины, когда приезжают мимо в вашем поле зрения. Вы не слышите ничего. Вы просто полностью расслаблены. Ладно, дам тут немного газа и посмотрю, как пойдет с ускорением. Это прямо быстро. Это намного, намного быстрее, чем должно быть, учитывая, о чем мы тут говорим. Это было довольно впечатляюще. Просто так здорово. И когда смотришь на эту статуэтку Роллс-Ройса на капоте, я имею в виду прямо как в большинстве ситуаций с легковыми машинами и внедорожниками в наши дни. Я на самом деле не понимаю, кто до сих пор покупает эти легковые машины. Я полагаю, это традиционалисты. Но эта тачка, на мой взгляд, ничуть не хуже, чем Фантом. Но он также обладает более высокой посадкой, большими возможностями, если вы собираетесь взять ваш Кулинен на бездорожье. И он, очевидно, более практичный с багажным отсеком, в отличие от седана. И поэтому, на мой взгляд, это автомобиль, который я бы купил, если бы я искал самый до нелепости люксовый опыт парения. И если бы я хотел смотреть сверху вниз на всех остальных. Итак, это Роллс-Ройс Кулинен. Это самый дорогой внедорожник в мире. Да, но это еще и самый люксовый внедорожник в мире. Внедорожник для таких людей, которые покупают рейндж-ровер для садовника и бентайгу для горничной. Это Роллс-Ройс среди внедорожников. И он дает соответствующие впечатления от вождения. А теперь пора оценить эту машину по шкале Дага. Начиная с выходных категории Сталинга, я думаю, Кулинен симпатичный, но его дизайн спорный. И он получает 6 из 10. Ускорение разгоняется с нуля до сотни за 5 секунд, что достаточно для 6 из 10. Управляемость в порядке безопасная, но медленная и размытая. Неудивительно, учитывая, какой он большой, он получает 4 из 10. Фактор веселья всего лишь нормальный. Он едет по большей части как внедорожник, и это комплимент, так как он им и является. Но в нем удалена некоторая нелепость машины, как Фантом, в которой кажется, будто вы водите главу государства, и он получает 5 из 10. С фактором крутости то же самое. Эта тачка крутая, но у внедорожников в целом просто более такая семейно-пригородная атмосфера, чем у седанов с таким внешним видом, каким обладает Фантом. Кулинен получает 7 из 10, доводя выходную оценку до 28 из 50. Далее повседневные категории и функции Кулинен нафаршированы, ему не хватает только каких-то важных новшеств, чтобы получить отличную оценку, и вместо этого он получает 9 из 10. Комфорт лучший в бизнесе, он получает 10 из 10. Качество высокое, но он всегда получает выговор за потенциальные проблемы с надежностью и получает 9 из 10. Практичность высокая, хотя могла бы быть и выше. В Кулинен, который я водил, был холодильник и перегородка, который отделяет пространство задних сидений от багажного отсека, поэтому он получает только 7 из 10. Наконец, стоимость Кулинен, который я водил, стоил практически 420 тысяч долларов. Это просто сумасшедшие деньги, даже если это и Rolls-Royce среди внедорожников. Я бы, наверное, и купил такое, если бы у меня были бесконечные деньги, но в противном случае трудно оправдать такую покупку, и он получает 5 из 10, доводя итоговую повседневную оценку до 40 из 50. Складываемая оценка по шкале Daga 68 из 100. И вот он в сравнении с другими ультралюксовыми машинами. Он сравнивается с Фантомом и опережает Бентайгу. Бентайга побеждает по выходным категориям, но Кулинен это более лучшая повседневная машина благодаря своему безмерному комфорту и лучшим технологиям. Таким образом, Кулинен получает самую высокую оценку по шкале Daga среди внедорожников, и он лучше, так как он вдобавок еще и самый дорогой. Перевод и озвучка от студии Exosphere.